Музыкальный театр Почу до первого звонка решено было посвятить одному из самых известных и загадочных романов Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и одноименному балету музыкального театра, премьера которого состоялась в июне этого года. Поклонников современного искусства больше всего интересовало, почему балетмейстер-постановщик Александр Мацко остановил свой выбор именно на этом произведении и кому из героев испытывать симпатию. У меня не было выбора, я бы так сказал, как не взять вот такой одиозный роман, знаменитый, которому все боятся прикасаться, а мы взяли и прикоснулись. Этот путь для нас оказался очень интересным, для артистов я имею в виду, потому что когда есть такое огромное произведение, которое таит в себе очень много не только тайн, но и просто разных совершенно непохожих друг на друга характеров, то мы поняли, что это такое удовольствие работать над таким произведением. Чтобы познакомить публику с нелегкой судьбой романа, увидевшего свет спустя почти три десятилетия после смерти своего создателя, сотруднику Краевой библиотеки имени Пушкина Елене Захаровой пришлось пересмотреть немало архивных источников. Это вечный роман. Его читали с того времени, как он вышел. Его, во-первых, очень долго ждали. И я думаю, что это один из многих романов русской классики, который будет жить вечно. И споры вокруг этого романа, похоже, что не утихнут никогда. И сейчас, готовясь к этой встрече, перелистав массу литературы, которая касается и жизни, и творчества Булгакова, и действительно очень много вопросов поднимается именно этим романам. И ответов на них однозначных, наверное, нет. И сколько бы ни было исследователей, сколько бы ни было людей, которые увлекаются этим, не важно, что они делают, ставят ли театральные постановки или балетные, так как у нас в Краснодаре, у каждого будет свое прочтение, и оно будет правильным. Мне очень приятно, что люди подготовились, что они прочитали роман, что они посмотрели спектакль многие, а кто-то в предвкушении и пришли и задавали вопросы. Мне это очень интересно, я очень люблю общаться со зрителями, это очень важно. Очень позитивный человек, очень творческий, очень приятно было увидеть и услышать полностью по произведениям мастера Маргарита, и обязательно посещу балет. Мацко чудо, и нам повезло, что он с нами работает, это бесспорно. И каждый его спектакль, конечно, некий шедевр. Конечно, тема потрясающая, я буду за всегда темп таких гостиных, если они будут продолжаться. Может быть, если кто-то будет из героев спектакля, было бы еще и интересно. Встречаться со своими зрителями в неформальной обстановке для музыкального театра стало уже традицией. В ближайшей перспективе еще одна встреча в театральной гостиной, темой которой станет современный балет Анна Каренина по роману Влада Толстого. Вот уже два года постановка Александра Мацко пользуется неизменной любовью публики и собирает аншлаг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!